Игумен Никон Воробьев. Избранные письма. Письма монашествующим города Козельска. Дорогой и глубоко уважаемый отец Милетий, хотя суды Божии и скрыты от нас, но полезное для спасающихся Господь открыл святым Своим, а они многое записали для нашего утешения и назидания. Так святые угодники объясняют нам, что в последние времена монашества не будет вовсе или кое-где останется наружность, но безделание монашеского. Не будет никаких собственных подвигов и ищущих Царствия Божия. Спасаться же будут только терпением скорбей и болезней. Почему не будет подвигов? Потому что не будет в людях смирения, а без смирения подвиги принесут больше вреда, чем пользы, даже могут погубить человека, так как они невольно вызывают высокое мнение о себе у подвязающихся и рождают прелесть. Только при руководстве очень опытных духовных людей могли бы быть допущены те или иные подвиги, но их теперь нет, не найти. Руководителем теперь является сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать. Как же руководит Господь? Попускает гонения, оскорбления, болезни, длительную старость с тяготой и немощами. В притче о хозяине, нанимавшем работников, сказано, что пришедшие в едино на десятый час получают плату наравне с проработавшими весь день и даже раньше их. Эта притча применима к нам, современным монахам и искателям Царствия Божия, проведшим весь день земной жизни, не родила. Однако, по крайнему милосердию своему, Господь призывает нас в последний период жизни поработать в Его винограднике терпением старости, болезней, потерей близких или их страданиями. Если же безропотно понесем эти тяготы, то и нам вмениться это кратковременное страдание, как работникам едино на десятого часа, как будто бы мы подвязались всю жизнь. Более того, Антоний Великий, Авва, Исхерион и другие утверждают, что спасающиеся в последние времена безропотным терпением скорбей будут прославлены выше древних отцов. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, в согласии с древними святыми отцами, говорил, что если бы человек знал, какие блаженства уготовлены спасающимся, то согласился бы тысячу лет жить в келье, наполненной гадами, грызущими его тело, только бы не лишиться будущего блага. Терпением вашим стяжите души ваши, да поможет вам Господь до конца донести посланные вам кресты. Аминь.